Производственно-управленческая игра для фосагроклассов прошла в 5-й Кировской школе. Старшеклассники решали серьезные задачи, возникающие на производстве, а также мечтали о школе будущего. Жилахибин «Твердость 5» так называлась игра, посвященная горнодобывающему промыслу. У школьников каникулы между триместрами, несмотря на это, поиграть захотели многие. Принимают участие 6 команд. Очень интересен тот факт, что учащиеся были отобраны в команды по, так скажем, хаотичному принципу. То есть не было никаких делений специальных, то есть вытаскивали карточки, попадали в команду. Ребята из разных школ Апатитов и Кировска быстро нашли общий язык. Одно из заданий – придумать и описать школу мечты. Больше всего сплотило участников. Среди идей – увеличение спортивных мероприятий в школе, пятидневка, лектории знаменитых специалистов и обмен учениками между фосагроклассами. Мы узнаем других учеников, допустим, с Апатитской школы. В команде мы больше общаемся, узнаем друг друга. И вот это хорошо влияет на нашу учебную жизнь. Перед строгой комиссией специалистов акционерного общества Апатит ребята на бумаге решают производственную задачу. Разбирают аварию, ищут ее причины и возможность предотвратить. Заметно, что в терминах и прочих процессах школьники ориентируются весьма свободно. Игра «Жилы Хибин» может стать стартовой площадкой для некоторых участников. Это будет хорошим двигателем, хорошим толчком для того, чтобы фосагроклассы у нас успешно выступили на фестивале ежегодном корпоративном, который проходит в этом году в марте месяце в Череповце. Надеемся, что ребята, даже это мероприятие поможет им сплотиться. Победителями стала команда «Оранжевых». Один из участников, Ян Боровский, был отмечен специальным призом за единственное верное решение производственной задачи.